Всем привет, с вами Андрей Чент, и вы на моём Alive-канале, и это Один за всех. Я думаю, что вы уже прочитали название. Судя по всему, здесь будет, как всегда, трэш. Жестокие подростки избили десятилетнего мальчика и надругались над ним. Как всегда, Один за всех умеет удивить. Давайте же, в общем-то, во всей этой истории разбираться. Поехали. Трои подростков, 14, 15, 16 роков, завели хлопчика в кущи біля озера, и там почали збиткуватися. Все фильмовали. Спершу тамтешня поліція факт внущань відкидала, але після приїзду повноваженого справ дітей пообіцяла покарати малолітніх нелюдів. 9 апреля эта жуткая история шокировала всю Украину. Но оказалось, до сих пор не наказаны те, кто старался спустить на тормозах это чудовищное преступление. Видео нечеловеческих издевательств над десятилетним Лешей загадочным образом исчезло. Из трех мучителей ребенка в СИЗО почему-то только двое. И максимум им грозит всего пять лет тюрьмы. В школі. Хто не бився в школі? Всі билися в школі. Мама однавалість. І не піднімаю такого шуму. Бува, це злата дітейна. Мама второго. Ну не можу, він дуже жалостивий. Страшнее всего, що єдинственный во всем мире защитник Леши, його мама, і сама испарилась во время следствия. Она сутки тянула с заявлением в поліцію. Потом куда-то сбіжала з синим в день проведення судмедэкспертизы. А когда ребенка силой забрали на реабилитацию, ни разу його не проведала. И до сих пор она даже не пытается разобратися, что и почему случилось с Лешей. Я приїхала з села, пришла, він спав. Я до нього давай купатися, він каже, мене побили. Ніхто не знав, що в нього в голові. Короче, какой-то треш і багато тайний. Ну все, як ми любимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разобраться в этой шокирующей истории помогут гости-эксперты в нашей студии. Телеведущая Надежда Матвеева. Начальник одного из городских отделов полиции Киевской области Денис Ярославский. Киноактриса Дарья Трегубова. Актер театра і кино Алексей Тритевга. Психолог і физіогноміст Татьяна Ларина. І наш пістоянний експерт і юрист Михаил Присяжнюк. Равнодушие мамы і, мягко кажучи, «Странні действия полиції» привели к тому, що защіщати Лешу пришлось абсолютно постороннім людям – жителям села Іванков. В нашій студії Алена Высоцкая і Анастасія Остапенко, які першими стали добиватися справедливості. Насколько я знаю, ви лично з Алексеем знакомы не були? Ні. Ми побачили це в соцмережі нашій в групі «Підслухано Іванків» про цю жахливу подію. Я спершу не повірила. Думала, ну що це? Ще було написано анонімно. І за цього я почала питати всіх, хто що знає, тому що, ну, я шокована була. Я сама мати. Не дай Бог, щоб з моєю дитиною це сталося. Ну, тоді ми... Так само я дізналася із інтернету, зі самої групи «Підслухано Іванків». А то у вас є якась спеціальна група в соціальних сетях? «Підслухано Іванків», так. Ну, мені здається, у всіх є якась група а-ля жителі і так далі, в якій багато зарігані там і пишуться якісь новости своєї там даже небольшого місця, села і тому подобне. Именно нашого містечка. Там де оголошення. Так, це нормально. Ну, там все, що відбувається у нас в Іванків і все написано. Від Київ, скажімо так. Ось з'явилась новий пост. Вот. Я була шокована. Я його один раз перечитала, до мене дошло. Я його перечитувала декілька разів. Ну, мені зрозуміло, чому це визвало у вас такі відчування. Тому що навіть тепер, коли ти його читаєш неоднократно, ну, складно ставатися равнодушним. В першій школі старшокласники зґвалтували хлопчика з четвертого класу. Сволоти завели його в колгоспи, там, де нема людей, і почали над ним знущатися. Ті тварюги знімали це на відео. Ну, я дальше не можу читати, тому що складно поверість в те, що все це відчувало. А давайте попробуем прочитати, що написано. Тобто там, вроде би, був момент, якщо якось стопорнути кадр. Ну, наверное, вот... Зґвалтували хлопчика. Блин, ну, вони так размыли, конечно. Админ, пожалуйста, типо анонимно все це розпиши. Блин, качіство, конечно. Куде дивляться батьки, як вони так дітей... А, як вони так дітей воспитують, що издеваються над ребенком, скільки ненависти. Они ж сами діти, куди оно все качиться. У мене нет слов. А ну, дальше, типо, такое, вот. А кто возьмет те деньги, тоже без совісти, пусть его діти сделаю. Ладно, дальше просто... То есть сама детальна инструкція, ну, не инструкція, а сама ситуація була написана в самом начале, да. Дальше, типа, просто, как ми до такого докатились больше всего. З четвертого класу. Все, окей. З Волоты завели його в колгосп, там, де нема людей, і почали над ним знущатися. Ті тварю, і знімали це на відео. Ну, я далі не можу читати, тому що сложно поверити в те, що все це відбувало. А оце ще ми і так шоковані були зразу. Коли дізнались, що це діти, з яких сімей, ну, полютно нормальні сім'ї у Вови, сім'я, да, багатодітна, ну, з багатодітних сім'ей виходять хороші люди, хороші приклади. От. Ну, що стосовно Богдана і Сашка, то в них неповні сім'ї, в них батьків розлучені. Ну, розлучені. Мама розпитуюсь. А як ви їх, ну, определили, хто преступник-то? А в нашій групі підслухано Іванків там вже і фотографії, і ссилки сторінок. Трое благополучних мальчиків совершили такое злостне дістві над другим мальчиком. Такого не бывает. Не происходит никогда вдруг. То есть, що-то должно було происходить до этого. Що-то в семіях, що-то с этими молодими людьми, що-то в школі могло происходить? Я лично вам сказати, ну, не можу нічого поганого. Я цих дітей особисто, чи від когось навіть, до цього випадку, ніхто не чув про них взагалі, що вони там щось скоїли. Може, вони там десь когось там побили перед цим, або там ще щось. От, ну, чесно, я про це не чув. Ви не знаєте, да? Я не знаю. І ми почали, ну, з Альоною дзвонилися, щоб написати пост про те, що якщо не байдуже матерям, щоб зібратися біля нашої поліції і написати заяву, що ми занепокоєні. Поки не люди такі, що зробили на волі. Як багато людей... Я не полк. Як вони поняли, що це вони зробили? Типа, эти малолетки, типа, сами себя же і пометили, що це ми, типа, зробили? Или я чого-то не полк. Каким образом определили? І прийшло на вот встречу організовану з вами? Ну, п'ять у нас було. Мама Алеши, мама пострадавшого мальчика, прийшла на встречу з вами? Ніхто не було. Я можу понять, почему там не прийшла мама, з чьим ребенком це не случилось, но мама... Ну, да, странно. ...в чій сім'ї це відбувалося, она обязана була прийти? Два наших активистів іванківських, і я, Алена і Сніжана. Це ми трьох матерів без них. І от ви прийшли в відділення поліції і написали заявлення? Да. А суть заявлення? Що ми занепокоєні життям та здоров'ям своїх дітей, поки не людина волі. І просимо їх взяти під варту. От, в поліції, ну, скажімо так, сильно не відкрещували. Що ні-ні-ні, такого не було там... Вони, ну, дасть, випадок був неприємний, ну, там поки що ще нічого достовірно невідомо, щас ведеся слідство. От, ми написали заяви, написали три. Кожна від себе, так як ми трохи переживали, що, може, наша колектива десь загубиться, потерятися. За цього кожного постійно. От, і коли нас брали пояснення стосовно наших заяв, чому ми прийшли їх писати і все, ми так, ну, із правоохоронцями, які нас брали ці пояснення, ну, так, ну, по-человечески, ну, скажіть ж, будь ласка, чи дійсно, ну, така жорстокість, оці палки, оце катування, ну, це дійсно було, чи ми просто, ну, сюди прийшли просто так, що хтось комусь набив фінгалку. Вони не скривали, вони сказали, що да, було, було і моча, був і кал, були стусани. От, і що це було три місця на території цього заброшеного от колгоспу, в трьох місцях, що сказали про їздити, з цим хлопчиком це робили. Так, як каже, що сама дитина показувала, що зі мною робили тут те, тут те, тут те. І це вже, впевнилися в тому, що, ну, диму без вогню не буває, і що ми зробили правильно, що ми прийшли, і якщо вони навіть так знущались над дитиною, вони повинні бути покарані, і вони повинні, поки ведеться досудове слідство, бути під вартою, щоб за ними наглядали. І їх... 14-го числа, ми написали ці заяви, 14-го числа, ввечері, вже була, їм же ж пред'явили, спочатку хуліганство, потім з'явилося повідомлення, що справу перекваліфікували за трьома статтями. Які це статті? Перша, це хуліганство, так і залишили цю статтю, друга стаття була катування, 127-я. А третя стаття, це задоволення сексуальних потреб на природних шляхах. 153-я. Я підозрення, я так понимаю, об'явили двоім, тому що впоследстві избрали меру пресечення содержання під стражей теж двоім. А третій проходит свидетелем, а лика? Ну, сказали, що він знімав на відео, і йому 13 років, що він не попадає, не під якого. Так, він не суб'єкт цієї статті. Денисов, от у мене к вам питання. А, вот типо, то есть причина, почему третій не попал, тому що йому тільки 13 років. Оператор. Тож согласны з такою оцінкою проїскою своїми колегами, що це просто хулиганство? Ви-вірші, це проєднання, в якому потрібно було підняти весь личний состав, в случае підтримання інформації, лично виїхати до начальника відділа і розібратися, був ли цей факт, чи це, можливо, діти подралися і выдумали таку історію. Можливо ж разома бути, правильно? Тобто, якщо ми видим підтримання підтримання, в течіні суток, действительно, правильно, при підтримання первичних данних, які пишуться в заявлении, переквалифицировати можна було. Але, по факту, тут не так складно знайти всіх фігурантов. Наскільки мені звісно, переквалифікація статті відбувалася після того, як туди приїхав уполномочений президента України по правам ребенка. І именно це послужило толчком для того, щоб як-то по-другому на це все посмотратись. Відсотрудники поліції, там, конечно же, в частному розговорі, але вони заявителям сказали, що да, це було. Ну, вот сразу же, вони в середу вже об цьому сказали. А потім почали говорити, що цього не було. Ну, отовію, є полицейські, а є оборотні. Що це було. Але почему-то для переквалифікації потребувалось ну, ще нескільки днів, в общем, по сути. Знаєте, якщо действительно сотрудники поліції изначально понимали, що це було, вони виехали на місце происшествия, вони виехали, однозначно виехали в цей сарай, в якому це все происходило, вони однозначно пообщались, я уверен, в перший день з усіма фігурантами, які їх описували, то вони должны були переквалифіціювати в течіні суток. Це действительно так є. Получається, з момента, коли це було завершено, до момента, коли їх взяли под стражу, прошла практично неделя, да? В принципі, Якщо це правда, якщо действительно ці діти це робили, то, мені кажучи, опасно було оставлять їх? Безусловно, опасно було їх оставлять. Я думаю, що значально хулиганство було вибрано, тому що по хулиганству може бути там якісь знакомі поліцейські, чі-то родственники і так далі, і думали, може, може, зам'ять. І зусловним сроком відділяться. А по трьох статтям тут вже об зусловному срокі речі не йде. Чому хотіли зам'ять? Тому що резонанс. Резонанс не тільки, тому що пострадав малолетній репенок, але ще і несовершеннолетні завершили це притуплення. Ну, предположительно, завершили. І вот для следователя страшна проблема, тому що йому потрібно зразу задерживати малолетніх. Це определенні действи. Ці действи потрібно завершати в присутстві определенних людей. Тому подобне. І, кстати, администрація нашого району всім була дуже обурена, що підняли це все, скажімо так, вже так глобально. Ну да, проще було б це все зам'ять. Так що б... Я хочу дуже большое спасибо вам сказати буквально з самого начала за неравнодуші. Ви молодці. Ви молодці. І мені прям якось спокійні становиться. Я смотрю на вас і розумію, що реально, пока все-таки є люди, які без істерик, без каких-то діких воплей, без хватання за голову, просто спокійно. Я тоже на них смотрю. То есть вызывают только положительные, очень воспитанные, культурные женщины сидять. Решать какие-то возникающие вопросы. Я вам очень признательна. А кто изначально обратился в полицию? Ведь там уже было чье-то заявление. І хто написав этот пост в інтернет? Первое заявление було написано сотрудниками скорой помощи, які приїхали по вызову мамы. То есть мама, вот увидев то, що произошло с ребенком, она не пошла в полицию. Короче, там мама, я так понимаю, еще отбитая у ребенка. Понятно. Она вызвала скорую, и уже сотрудники скорой помощи написали это заявление. А ребенок что, пришел после этого домой? Или она его нашла? Пришел домой после этого? Скорая помощь всегда проводит первичный осмотр. Да, они, наверное, еще скорая помощь пообщалась с ребенком, ребенок что-то еще рассказал. Эти были вообще в шоке со скорой, думать, ни хрена себе. Да, это касается малолетнего ребенка, то есть это считается резонансное преступление, и на него нужно молниеносно реагировать в первую очередь. Мне еще в этой истории непонятно поведение мамы, которая после того, как вот все это приобрело широкую огласку, повела себя достаточно странно. Давайте посмотрим. Местовый судмедэкспорт не мог чітко дать заключение, тому он порадил и направил маму в Ахмадед. Мама поехала сюда не 10 числа, не 11, а так и 12 числа. То есть, типа, ребенка нужно было сразу направить на смотр и так далее, она еще спустя несколько дней поехала. То есть, получается, мама особо не спешила с установлением того, что произошло с ее ребенком. Дим, ну у этого может быть объяснение. Часто в таких ситуациях семьи тех, кто это совершил, пытаются договориться с потерпевшими. «Давай я тебе дам денег, ты это все замни, сколько ты хочешь». И человек, вот, мама жертвы или мама пострадавшего начинает вилять, она начинает уходить, она начинает уходить от экспертиз, начинает тратить время и тому подобное. И потом это все дело сводится на нет. Потому что материально доказательной базы нет, соответственно, состава преступления нет. Весь этот процесс вмешался старший брат, Алеша, который обратился к местному депутату и попросил его написать депутатский запрос и дальше контролировать ход расследования. Сегодня он в студии. До меня не только Коля обратился, брат. До меня обратился с коллективным обратением жителей, громады, которые также были оборваны с этими подеями. Потом 11 числа в вечере на меня вошел брат потерпелого и попросил меня просто втрутиться, чтобы домогтися справедливости в этой справе. И я на основе этого звернулся до прокуратуры с депутатским завернением. Коля, а вот почему ты не к маме обратился, а к депутату? Ну, когда я сказал, что давайте что-то будем делать, мне сказали, не лезь сюда, это не твои. И все. А кто сказал? Ну, бабушка. Так а с мамой общался по этому поводу? Ну, мав смогу минуту десь пообщаться. И что? И все. А как, что мама сказала? Ничего не сказала. Ну, я ее бачил, она была пьяна. У вас двое в семье, да? Алатар? Четверо. Четверо детей. У вас разный отец или один? Разный. Все четыре разных отца. Папы какое-то участие в воспитании детей принимали? Ну, хоть один из них? Ну, одного помню, это брата старшего. Звать его Саша, то есть, ну, так, ну, не особо. Помню, я был еще малый. Мой папа помер, коли мне было три года. Ну, и все, больше никаких не было. Твоя мама живет еще с тремя твоими братами? Старшим братом и младшим. Ты как давно уехал из дома? 10-11 лет. В смысле? Тебе было 10-11 лет, когда ты уехал из дома? До бабушки. А к бабушке уехала жить. Почему? Ну, потому что такая же самая ситуация. Ну, она пьет, то есть, я не чувствовал, то есть, нормально, вот так сказать. Это правда, что был эпизод вот в твоем детстве, когда тебя украли? Да. А мама ничего не сделала? Ну, насчет этого не особо хочется говорить. Сколько тебе тогда было лет? Три, где-то так, четыре. Скажи, это правда, что мама живет за счет денег, которые государство выделяет Леше, ну, по сути, за пенсию по инвалидности собственного сына? Это единственный ее источник дохода. Ну, по факту, я скажу, что я сейчас услышал, ну, как минимум, это у этой матери уже должны лишить материнских прав, это как минимум. Хочу сказать, что я хочу забрать его до себе, то есть, ну, смоги у меня такой немає. Скажи, а какие у тебя отношения с братьями, которые живут с мамой? Никаких. То есть, ты к маме в гости не ездишь? с братьями не общаешься? Нет. То есть, по сути, вы чужие люди друг к другу. Для того, чтобы сформировались более точные и правильные представления о родственных связях в этой семье, я предлагаю посмотреть одно видео. Как она бабуля в ее была, то и издевалась над ею. Чисто не давала той бабке. Это сестра моего деда. Она в хлеве держала ее, что смерзла эта бабка. О боже. Типа мамаша издевалась над бабкой. Бабушка умерла от холода. По сути, родная тетка. Понятно. То есть, в семье, в принципе, традиции отстраненности постоянные у вас идут. По сути, безразличие один к другому. Ну, я бы сказать, безразличие. Ну, так и сказать. Да. Спасибо. Вот как жилось в этой семье Леша. Детя другой раз до 11 вечера гуляет. Моль, внимание, никто не не шукает, не переживает. Ходит на дороге. Кажется, ты ходишь сам. Уже темно. А где ж? Девая мамка. А где ж твоя мамка? Пухает, она беляет. Голодный. До бывало такое. А что, она их не короче, неблагополучная семья, мать алкоголичка. Ой, блин. ясно, что ребенка, в общем-то, и попал в такую защитный, и защиты в нем нету. Давайте над ним поиздеваемся. Тем более, еще проблемы там с психикой, да, и так далее. Ну, как говорится, в нашем мире уродов хватает везде, и вот, в общем-то, больной ребенок их и встретил. То есть, по сути, ребенок с особыми потребностями предоставлен сам себе. Это хоть и косвенно, но подтверждение того, что службы, к сожалению, этой семьей не занимаются, потому что, если бы службы занимались и видели и знали, как ребенок, хотя бы ребенок, вот самый младший живет, то, я думаю, мамы уже давным-давно были бы проблемы с законом. Так это можно было еще на этапе вот этого ребенка определить, что эта женщина, по сути, не мать, потому что она отказывается от своих детей и, наверное, тогда бы и не было этой страшной ситуации. Я не знаю, на каком этапе этой женщине нужно было уже запретить плодиться и размножаться, но очевидно, что... Как ты запретишь? У нас же вроде бы нет такого закона, как эта химическая стерилизация, правильно, да? Или я чего-то не знаю, есть такой закон? Наверное, нет. Вот за кастрацию я вроде бы слышал мужскую, какую-то химическую, не знаю, как у колени работает она или нет, где-то в мире что-то такое слышал, что делают. И так далее. Ну вот, чтобы женскую стерилизацию и так далее, чтобы она вот непутевая женщина, чтобы больше не размножалась и так далее. По-моему, такого нет. Ну, как минимум, в Украине так точно. Это нужно было сделать, хотя у нас же нет никаких таких законов. Нет, конечно. Понятно. Все, спасибо. Можно было чуть-чуть дослушать, да? Потому что я думаю, я тоже об этом ни хрена не знаю. То есть пусть рождаются дети, за счет которых эти матери живут, дети страдают, а матери остаются безнаказанными. Да, так и живем. Дмитрий, давайте, чтобы мы не гадали на кофейной гуще, я просто фактически, юридически в виду и аудиторию у вас в курсе. А вы подозреваемые? Простите, кто? Я вообще-то адвокат этих мальчиков. Мальчиков, которые вот совершили то, что мы здесь обсуждаем. И что ты сейчас будешь защищать их? Серьезно? Детей лишили семьи, школы. Они ходят в школу сегодня. Арестовывать надо за конкретные, совершенные. За что я не любил бывать адвоката в таких вот моментах, когда типа, если ты даже понимаешь, что они так поступили, и так далее, ты пытаешься еще их оправдать. Ну, ясно, что это его работа, но выглядит это максимально нелепо, вот так скажем. Вступление с негативными последствиями. Так, а по факту вы скажете, что это, что они сделали, то есть, это нормально? Нет, не нормально. Однозначно, мальчишки поступили неправильно. Нет, так мы вот как раз об этом и говорим. но извините меня, когда меняют особо злостное хулиганство, я говорю, ну давайте терроризм. Как вы называете то, что сделали по объективным данным? Скажите, как вы это называете? Они что, просто поговорили? Странный, детка не шатлократный. Вот, это что, это не ценокотувание? Охватывается. Написано, что они еще написали ему в рот. Господи. Хулиганство. Это кодекс. Это в вашем мире иллюзорно выдумано. А вы хотите жить в этой стране, где это охватывается у мальчишки, кроме легких телесных повреждений. А можно вас питать? А вы видео смотрели? Какое? Видео нету. Видео нету. Покажите мне. По поводу видео у меня есть небольшой комментарий. Да, пожалуйста. Ответ на ваш вопрос, по сути. Когда мы начали опитывать родителей и детей, тех, которые были в заявке, то мы поняли, что они могли записывать эти свои знущения на мобильный телефон. Они это делали, 100%. Будьте сказали, что все мобильные телефоны уже снищены, их ничего не имеет, доказовой базы никакого и не имеет. И за допомогою фаховцев мы их отворили. И сейчас этот видеозапис находится уже в материалах слеза. Красавцы. То есть они удалили видео с телефона, но да, как и на компе, с помощью некоторых программ можно достать эти данные. Я тоже об этом знаю. Невозможно, скоро вы ознакомьтесь с материалами, которые должны приобщить к делу, но я бы попросил вас... Мужик очень неприятный, этот адвокат, очень неприятный. Я понимаю, его задача защищать, но блин, это, знаете, тот случай, когда мне насрать кого защищать, главное дайте бабки. ...ответить на вопрос, который вам задала надежда. Как вы называете то, что сделали ваши подзащитные? Ну, я сказал хуже, причинение телесных повреждений. Вы называете это причинение телесных повреждений. Я на сегодняшний день квалифицирую причинение телесных повреждений. Я именно это и хотел услышать. Я понимаю прекрасно, что есть уйма способов, законодательных способов, как можно не избежать, а как минимум обойти ответственность или снизить. Но как вы считаете, изучив материалы дела, увидев, я думаю, вы видели пострадавшего, вы считаете, они должны ниже низшего предела получить? Им надо ограничиться условным сроком. То, что их не надо лишать лишения свободы, это однозначно. Однозначно. Я сужу под тем действия, которые они совершили. Во-первых, ребенок пошел, напросился вместе с ними. Вместо того... Сказал, не хотите меня, в общем-то, изнасиловать и написать меня в рот, да, и избить меня? Чтобы забрать маленького, умственно отсталого ребенка из школы домой, ребенок сам идет. Мальчишки шли гулять. Можно я с вами пойду? Можно пойти? Но вы же сами сейчас говорите о ваших подопечных. То есть, это те мальчики, которые воспользовались беззащитностью полной... Больного ребенка. Вы поняли, это что значит лучше? Мальчики тоже знали диагноз, да, историю заболеваний. Они видели, что можно уничтожить этого ребенка. Что он не может им ответить абсолютно никак. Вот вы хотите сказать, они... Это знаете, когда притурочный мужик защищает притурочных людей. Просто, ну блин, друг друга стоят. Они обидели, ну и в чем здесь ценность? Как я вижу, вы здесь только видите... Это забавно было бы, это если, знаете, адвокат Чикатило. Он говорит, вы понимаете... Чикатило, надеюсь, многие как бы слышали хотя бы об этом серийном маньяке, который поубивал, я не знаю, сколько там, под сотню женщин. И то точное число неизвестно. И это адвокат бы сидел бы вот так же самое и так говорит, ну понимаете, ну... Он любил их там или как-то пытался Чикатило бы оправдать. То же самое сейчас я вот смотрю и у меня такое же внутри. Типа ядры... Те малолетки, больные сотворили такой звездец должны понести наказание, а ты их там типа защищаешь. Ты понимаешь, какой трэш. Как ты пытаешься это вообще в голову людей вложить? 125-го, там легкие телесные, максимально все, что вы видите в этой... Я не спорю. А если бы это ваш был ребенок? Давайте не будем переходить на личность. Как бы вы защищали? Нет, подождите. Это называется моральная сторона. Она у каждого человека должна присутствовать. Скажите, пожалуйста, какую вы службу представляете, чтобы мне легче ответить на ваши вопросы? Ну, пожалуй, я представляю национальную полицию, если так можно сказать. Национальную полицию. Вот давайте сейчас. Национальная полиция. Что сделала национальная полиция за последний месяц? В городе Киеве четыре несовершенных... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Быть может, они ничего не делают. Абсолютно ничего. Быть может. Но покрывательство вот детей, которые могут так поступить, это тоже провокация. Это подталкивание других к таким поступкам. И причина, наверное, вот в том, что это произошло, одна из них, это мама Алексея, которая, судя по ее поведению, вроде как выплевает на судьбу ребенка. А я вам добавлю родителей этих мальчиков. Вторая сторона, это родители мальчиков. Третья сторона, государственные органы. И вот их мнение по поводу того, что произошло. Семью знаем с негативной стороны. Мать зловживая, в хате не прибрано. Дитина не очень мает хорошие условия для учения. Селищная радость 13 числа держит семью на контроле. Мы хотим все-таки с мамой встретиться. Пока что два раза не могли. Только мать появится, будет запрошена на співбесаду. И будем дальше решать, как дитина будет, где она будет выходиться. Вполне нормальное событие. Обыденность какая-то у них там в селе. Ну да, да, это произошло. Но это же неблагополучная семья. Мы вот пытаемся увидеться с мамой. Не получается. Ни для кого не секрет, в каких условиях жил Леша. Как в этом может жить ребенок с особыми потребностями? Ну так, так. И вот у меня вот здесь вопрос, куда смотрели соцслужбы? Если семья на учете, что было конкретно сделано после того, как все это было зафиксировано? Так она с 13 числа на учете, он сказал. Уже после этого события. Тянь, плана до вас? Не, не можна. А, скажи? Добре, с кем можно переговорить? Жодна сутка вам не достиг я. Так, я хочу просто переговорить, я зараз... Я не хочу это сделать. Не хочу, не буду, и не могу везти. Понятно. Это наша попытка получить разъяснение у социальных служб. если бы этому мальчику было оказано надлежащее внимание, мы бы не говорили о том, что произошло. Безусловно, и отсюда такое, я думаю, логичное решение и вывод, что Киеву нужно взять этот вопрос под личный контроль. Я думаю, что и министру внутренних дел, да и в принципе, я думаю, и генеральная прокуратура должна заинтересоваться этим. И ответить должны не только подростки, которые, если будет доказано, совершили это, но и все остальные ведомства и службы, которые до этого довели, в том числе и мать, которая довела ребенка до такого состояния. Короче говоря, у меня появился свет, поэтому появился немного задний фон, давайте продолжать. Дима, сейчас это прозвучит очень страшно, но получается, что... Если что, вы не поняли, что значит появился свет, как ты сейчас чем-то снимаешь, у меня просто есть большой пауэрбанк, на который я запускаю комп, хотя бы какое-то освещение, но не врубаю все, для того, чтобы я мог даже без света записывать для вас реакции, но... Да будет свет, можно включить и задний фон. Мы говорим сегодня о ситуации в этой семье, об этом мальчике, и возможно его в будущем спасут только из-за того, что это произошло. Просьба вот к школьным психологам, к школам, к учителям, они реально видят, что что-то происходит. Ребенку надо помощь, можно подать в службы. А вот мы можем узнать, есть ли в первой школе детский психолог? Психологи в школах есть. У меня дитина также с особливыми потребами. Меня обязали, приходила психолог школьный, яка в меня дома писала протокол обстежения житлово-побутовых умов. Повинен же была та психолог, так же как до меня. Я нормально, против меня там никто ничего не каже, что никаких скарг, что я там веду поганый образ жития. Но это процедура, яка должна дотримоваться. Знаете, беда-то в том, что в селе все понимали, что что-то должно произойти. Давайте посмотрим на интервью продавщицы местного магазина. Угу. У меня раньше были запитания до мамы, что делает Алексей с этими старшими парнями. Он часто с ними гулял. Это не первый раз уже с этой детьми, что такое происходило. Я сама лично Алексея запитала. Он мне сказал, Леша, с тобой таке делали? Раньше он говорит, да. Те ж парнями? Я не знаю, эти парнями или не эти хлопцы. Это уже не первый раз. А мама уверяет, что хочет самого строгого наказания для обидчиков Леши. Как ни странно. И более того, что со своей стороны уже сделала все возможное. Короче, мать сначала либо упала на мороз, либо я вообще не хотела разбираться, либо хотели с ней замять этот разговор. Но когда уже появилась широкая огласка, она поняла, так, надо говорить, что я хочу, чтобы их наказали. Хотя ты вначале этого ни херна не делал. сейчас будете задавать вопросы. Давайте ее выслушаем. Здравствуйте. Ну, видно, что глухает. Видно, аватар. Прошу, присаживайтесь. Несмотря на то, что ей сейчас тут так затонировали, то есть там же всех красят, пытаются, но все равно первый вопрос, который хочу задать, связан с вашим поведением, после того, как этот кошмар произошел с вашим сыном. Вы там не хотели ехать на свидетельствование? Кто сказал таке? Куда мы не хотели ехать? Милиция сказала. Все было сделано. Я не знаю, что милиция так сказала. Скажите, когда это произошло с ребенком? Какого числа? 9 числа, неделю. 9 числа? Я поехала на кладовище, он не захотел ехать с нами. Я говорю, Леш, погуляй. Он всегда гуляет, как все дети. Понимаете, Дима? До 9 часов вечера. И вот я приехала, мы там долго не задержались. Самое утро. Ну, может, час, полтора часа. Мы повернулись. И такая, дитина зашла, дитина спит. Рожа тоже к маме прийшел, каже, лег спать. Ну, он может морить. Сергей, ты старшийся. Да. Выварку води нагрела, ну, балюю туда-сюда. Я до него, Леш, вставай, а он, понимаете, он вот так у меня до сих пор лепает. Верите мне, не знаю? Не верю. Вот так повернулся ручкой, и как закричить, я что такое? А он так вот дивится на меня, мам, ты не будешь на меня кричать? Он говорит, а меня побили. И очень сильно. Я включила светло, как посмотрела, я сразу на 103 набрала. Зробили рентген мясный, педиатр, был хирург. Это вас в больницу отвезли? Ну да, на скорую помощь. На другой день же сказали подойти. Так, подождите, а вы вот с ребенком говорили, кто избил, почему, что произошло? И в перси день не мог ничего, ему болело. И что было потом? Что, забрали в нас райотдел? Забрали в райотдел? Да, забрали в райотдел, завели в кабинет, мастрували тебе дитя, что тебе дитя скажет. Вин, який лис, что за лис? Я даже сама не могла понять. Мы тогда уже, когда на другой день уже сказали подойти до, на 9 годин подойти с дитям до дитячей комнаты милиции, так? Подождите, то есть, вас в 12 часов опрашивали в райотделе, потом отпустили и сказали, до 12, да. И чтобы утром вы пришли? Да. А вы когда с ребенком говорили о том, что с ним произошло? Это уже с ранку, когда он уже привез на место, там, где над ним надругались. Я правильно понимаю? Ну вот, вы узнали, что вашего ребенка побили, да, вам было не до расспроса, вы вызвали скорую. Да. Вполне нормальная ситуация. Да, в больнице ребенку было больно, обследование, хорошо. Вы тоже, допускаем, что вы не спрашивали, сын, что произошло. Потом в полиции вы оказались, там у него спрашивали следователи. Вы когда с ребенком поговорили о том, что с ним произошло и кто это сделал? мне слова не дали сказать. Они сами задавали по 10 раз одни эти вещи, но я не мог ничего объяснить. вечером вам полиция не давала слова сказать. Пошли домой. Ехали домой с ребенком. Вы тогда с ним поговорили? Я ему оливянки дала, он заснул, понимаете? То есть вы с ним вообще не разговаривали? Когда вы узнали о том, что с ним на самом деле произошло? когда эксперты и все он пришел, понимаете, Дима, мы даже удивились, он на сколько ему целей у него обидит, то Егор, у нас аж телепало трусило, вы понимаете? Трусило телепало. Я никогда не думала, что такое с детьми им станется, тем более вот так по сусидству людей не знати, понимаете или нет? Я же им сказала, что я это не оставлю. И он начал рассказывать, он даже а вот иди сюда, там меня закапывали, меня тут висали, меня били, а вот тут, каже, я рыбу цюю, мы пошли заглянули, там точно рыба дохла. Каже, а вот тут, каже, Короче, привели его на место преступления и он показал, давал показания. Накакал и заставил, меня есть кал. Потом училися на него, всякие таки заставляли. Это вообще, это же не люди, какие-то. Жесть просто. Они пришли, мне лево на вечер в понедельник, когда мы... И адвокат их защищает и называет этот отконченный дед, что это хулиганство? Заставить бы его говно жрать бы. Когда я так немножечко пошалю. Приехали, уже как после расследования, уже, я говорю, мы поедем, я уже попросила, скажу, потому что, говорю, втомленные, дети уже хочет психологически это самое. Они пришли, стукают в окно, я же думала, старший сын пришел. Кто стучит в окно? Ну, я так поняла, что это же Володьки, и эти родители были, потому что Леша так сдвигнулся, и говорит, мам, я боюсь, не бойся ничего, говорю, мама, рядом с тобой. Я же молчу, даже кучка за своя цепля, понимаете, я же сказала, что я раздеру. Так и стучат в окно. Они поступали в окно, гей, ты открывай. Я говорю, а что такое, нам поговорить, покажите мне хлопчика. Я говорю, а какому хлопчика показать? У меня хлопчиков много, у меня их трещинки. А что ты хочешь, мы в видеомов стерли, что ты хочешь. Ты потеряешь ты, что ты, 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 и они ушли? Они пошли, потому что я им сказала, возврата нет, можете ходить, можете не ходить, не уговорюйте. Я им так сказала, не уговорюйте, меня не ходить. А скажите, они вас уговорили? Они не уговорили, зато сплетни пошли по Иванкову, что мне из каждого, как то говорят, взрыва дали по 5 тысяч, и я их пропиваю с хахарем. А вам деньги предлагали? Мне никто грошей не предлагал. А если бы предложили, взяли? Ага, забрала. Если я сказала, что не надо, иначе мне грошей, мне дитя дороже. 50 тысяч гривен. Это хиба грошей. О, пошло ты, все-таки брехуха, да? Понеслась. 50 тысяч, это что, деньги? Вот 500 бы предложили бы, да? Вот и торговля. Света, если будут предлагать деньги, не отказывайтесь. Вы по закону имеете право на возмещение материального и морального вреда. Я 10 лет и ухала дитя не для того, чтобы якась пазла на дне познущалась. Вы понимаете или нет? Есть документ, который... предлагали, я же говорю, а потом денег не дали, потому что история дала огласку. А вначале, типа, она ни хрена этого не делала, то есть она сидит сейчас и брешет. И она тупо все это заметала и думала, что сейчас бабки дадут, да и хрен с ним. А потом что-то пошло не так и пошла огласка. Хочу вам показать. А вы его откомментируйте, хорошо? Хорошо. Давайте посмотрим. Отказались от госпитализации? Стациональное ликование в детском отделении перед обстежением отказался Леша, и я пошла ему на встречу, потому что это... Ребенок отказался от обследования. Было просто, если мы положили его в лекарню, выслухайте меня, оно все пошло как легкое хулиганство, потому что я знаю наших. Вы отказались от обследования, хотя, я думаю, вы как взрослая женщина должны были понимать, что по результатам этого... Там ничего такого не сделали. Заявление написано вам и не было, ну, по собственной инициативе. Здравствуйте. Есть. Заявление у меня было. На следующий день? Нет, ну, как вы не поймете? Ну, ну, поймите, сначала просто деньги предложили, а потом это, ну, резонансы, деньги не дали. Ну, ну, что... А, это я сказала? Ой. Подошла на 9 часов до нас в райотдел, приходит Грищенко, Олександр Васильевич даёт мне спокойную бумагу и говорит, пиши заяву. Так, это надо было пів дня до обида, чтобы мы с Лешей прождали, чтобы они там что-то порешали, чи писать мне заяву, чи не писать. Все равно же я собиралась заяву эту писать. А почему вы так долго собирались писать заявление? Чего? Ну, почему вам нужно было разрешение Грищенко? Да не разрешение, просто до бумаги каже, пиши. А у вас бумаги не было? Ну, у них своя же бумага там. У вас своя 4. Векресенье вечером, 9 числа, когда вашего ребёнка, как вы сказали, третировали в полиции, вы почему заявление не написали? А если бы вам сказали, давайте мы вашего ребёнка на органы отправим. Да сейчас. А так чего же? По сути, вас просто послали домой, а вы с удовольствием домой поехали. Почему 9 числа не написали заявление? Потому что все думали, что это мелкое хулиганство. Какая разница? Мелкое, но крупное. Это первый момент. А второй момент, а что вы лично думали об этом? Вот это хулиганство было или нет? Ну, не очень понятно. Вот видите, на этом диване сидят мамы, проживающие в вашем посёлке. Которые мне всё равно. Они Лёшу не знали до этого происшествия. А вам всё равно. Но их эта ситуация очень обеспокоила. Их возмутило то, что это будет инкриминировано, как хулиганство. И они пошли на митинг. Ну, сложно было назвать митингом. Да, мне звонили, мне казалось. Спасибо за поддержку. А вы пришли на этот митинг? Да у неё интернета нет. Откуда она о нём знала? Звонили! Только вот меня смущает пассивная позиция мамы. У меня не пассивная была позиция. Выбачьте, пожалуйста. А зачем тогда ты подала позов на депутата, когда он же бігал? Это считается соцмережей. Какие соцмережи? Ты подала позов на то, чтобы он ушёл отдела? Не вмешивался в эту справу. О чём идёт речь? Мать подала позов на депутата по поводу того, что разголосил. На вас? Да. Этот депутат защищал интересы вашего ребёнка. А социальная огласка происходящего, это в каком-то смысле гарантия того, что это не будет спущено на тормозах. Ну да. Ну не знаю. Мне сказали написать в администрации. Я написала. Кто вам сказал? В администрации сказали пишите. Кто вам сказал? Не знаю, мужчина, какой-то перешёл с женщиной. Вы в своём уме женщина? Я даже не знаю, кто такой Олег Миколайц забывается в фамилии. Что вы пишете? Я не знаю даже. А зачем вы пишете, не понимая, о чём идёт речь? Ну они сказали, что это персональные данные, что он выложил в интернет персональных мережек. Я вас спрашиваю, зачем вы пишете то, чего не понимаете? Мне объяснили, что это касается... Потому что предложили деньги, она пыталась это всё дело замять. Ну я уже прекрасно всё понимаю. Типа она ещё пытается на дурочку косить и думает, что тут все дурачки не поймут. То есть просто она думала, что, во-первых, ей ребёнок и так нахрен никогда особо был не нужен. А тут бабки предложили, она ещё любитель побухать. И тут, в общем-то, родители тех детей, которые издевались, давай мы тебе дадим деньги, скажем, как это можно всё по-быстренькому замять. И она, в общем-то, всё это дело и делала, пока не пошла огласка. И всё. Смотрите, объясняю вам, вы не имеете права воспитывать детей. Поэтому сейчас я принесу вам лист бумаги и вы напишите отказ. Не напишу. Я же вам объясняю. Так что вы объясняете мне? Вот видите, смотрите. Отлично. То есть у вас здравый смысл есть. Вы таки понимаете, о чём вас просят. Правильно, потому что мне сказали, что он так и так и так. Не делайте вид, что вы не понимаете, что происходит. Я не делаю виду, поймите Дима. Света, вот мне лично кажется, что это выглядело так, что вы так же хотели замять это дело. Я занимать его не хотела. Зачем ей замять это дело? Ну хорошо, зачем она написала на депутата письмо, о том, чтобы он не... По поводу вот того, что Светлана где-то не написала, потом написала, потом она не знала... И почему у них ни у кого из экспертов не вылазит так? Я, блин, сидел бы там и сказал бы, мне кажется, вот. Ну я бы уже так бы не утверждал бы, я говорю, просто ей сначала предложили деньги, всё было окей, мы дали огласку, всё пошло по одному месту, и она теперь даёт заднюю. Всё, коротко и ясно. Как действовать? Вот тут как раз я её понимаю. Потому что, ну, перед нами юридически безграмотный человек. И эта женщина, которая попав в такие органы, где вдруг выходит какой-то человек и говорит ей что-то написать, а что-то не написать, она просто делает то, что ей сказали. Другой момент, что эти люди, которые говорили вам напишите вот это или напишите завтра, что они вам что-то обещали, говорили, что, например... Ничего не обещали. Ничего не обещали. Почему Коля вынужден был приехать в Иванков для того, чтобы пытаться защитить... Кого защитить? Ну, брат своего. Брата защитить? Лёшу, да. Что ты таки... Не втухомирися, то тебе два гектара отдай, то тебе пів земли отдай, то тебе хату распилай. Чего? Други не пришли. Чего ты, Коля, пресёвывайся, так у матеря сиран? Знаете, что меня про... Коля, я тебе два гектара с половиной не отдам, потому что я их не оформила. В смысле не оформила. Когда у ребёнка возникает идея отжать у мамы два гектара, пол дома, или не знаю что, это же результат вашего воспитания. Вы пьёте? Ну, иногда, так вот, на Новый год редко. Да, пиво, да, выпиваю. Пиво. Как часто? Сколько раз в неделю? Пиво. Ну, не знаю, я там с друзьями, с друзьями вся эта. Ну, я же не падаю под забор и не валяюсь, а жмираю. А за какие деньги? Если бухать, то только под забором, да? Деньги вы живёте? Ого. А пиво пьёте? Ну. Меня угощают. Хорошо, а за какие деньги вы живёте? Кушаете? Ну, за одиночку, например. Мать-одиночка? Да. То есть вы на работу не ходите? На данный час не. А тогда можно узнать, почему у вас дома такой срач? Где? Я бы понял, если бы вы там с утра до вечера работали, ну, как-то, да, тяжело. А так вы дома, застелить кровать, протереть стол. Мы там не жили, мы только перебрались. А сколько времени прошло с того момента, как вы перебрались? Ну, с грудня, потому что был... С декабря месяц? Да. То есть вот с декабря... Серёжа дома сам тут был. С декабря по апрель вы не нашли времени убраться? Да убирались уже. А это что тогда? Не в натуре. Если, например, я... Я... Смотрите. Вот думаю, например, там ту обою прикладить, там ту, да что? Да нет. Я в том году обои оборвала, так все тратно пошло. Нет, а я не про обои. Я про антисанитарию. На работу вы не ходите, дома не убираетесь. Почему за ребёнком в школу не приходите? Как вы думаете, если, например, я прийду там, забухана в школу, как это будет выглядеть? Вы мне не скажете? Плохо будет выглядеть, поэтому вы туда и не ходите. На классные сборы мама Катерина Валерьевна не приходит. А в школу иногда она отведает, когда ей есть потреба в этом. Ну, например, перед 0-м годом какой-то подарочек забрать. Або еще что-то. Нет, раньше я его водила, а тогда он мне сказал, мне стивно, что там по улице идут хлопчаки, он же с ними. И назад он приходит домой, и все нормально. Понимаете ли вы, что ваш ребенок иногда находится на улице до 11 вечера? Да не гуляет, он так никого не ходит. Нет, 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 нет. Просто соседи рассказывали. У меня дитя второй раз до 11 вечера гуляет. А, да это у Петра. Мой внимания, никто не шукает. Да ты за своим дивись, не шукай. Ну, Петя, я тебе расскажу дома. А вам Леша рассказывал, что его раньше обижали? Нет, если бы его обижали, он мне сказал. Ну, а вот... У нас другая информация, да? Говорила о том, что ей сын рассказывал, ваш сын рассказывал, о том, что его обижали парни. Да, потому что она с ним дружина. Он на ней каже, моя Ирка. Она всегда до него нормально относится. Это его Ирка. Она его так спокойно отняла. Он ей даже трохи больше рассказал, чем нам. Не кажется ли вам странным, что у ребенка больше доверия к продавщице, чем к родной маме? Ну, они дружат. Ну, вы же мама. Тут, знаете, какой вот вопрос? Есть очень много сомнений в том, имеете ли вы право воспитывать детей. Ну, как это я не занималась с вами? У меня дети всегда чистые ходы. Света, а сколько вам было лет, когда вы родили, Леша? Вы были замужем в это время? Нет. У вас было уже трое детей от разных, даже не мужей, а просто от разных мужчин, правильно? Ну, да. И вот Лешу вы родили от кого? От какого мужчины? С которым вы жили? Или просто попили пиво с рыбой и потом забеременели? Ну, можете ответить? Мне бы, может... Я в это приватное житя, я не скажу. То есть это был не ваш муж? Теперь скажите мне, пожалуйста, вот вам 39 лет, у вас трое детей. Ну, да. У вас нет условий для того, чтобы воспитывать, расти и обеспечивать детей. Вы подумали, что вы можете дать этому ребенку? Я занималась совсем. Вы в тот момент, прежде чем давать эту жизнь человеку, которому вы по хорошему счету можете только несчастье приносить, вы на секундочку задумались? Насколько мне известно, ваш сын провел последнюю неделю в реабилитационном центре, да? Да. Они мне предложили администрация социальная служба. Есть информация о том, что вы ездили по соседним селам в состоянии алкогольного опьянения вместе с ребенком, и именно по этой причине они решили поместить его в реабилитационный центр? Если я ездила в село, то село Тарамгивка называется. Это моя дочка старшая проживает со своими детьми. Вы трезвая туда ездили? Ну, а как же? Конечно, нет. Чего нет? Не знаю. Я не знаю, почему. Предчувствие. Я точно знаю, что не трезвая. Скажите мне, Леша находится в реабилитационном центре уже сколько дней? С пятницы сто дней. Уже тысячи. Уже неделю практически, даже больше. Да, больше трошки. Девять дней. Когда его завезли, туда ездила социальная работница наша, завезла ему это. Сказали, что нормально он, когда вы захочете пополакать с ним, если все нормально, вы можете даже до него съездить. Я не успела, потому что за девять дней вы не успели съездить к ребенку? Ну, да. Сказала социальный работник, что нормально, балетировался, девочка у него подружка, привет мне передал. А как вы видите дальнейшую судьбу моего сына? Думаю, реабилитировать будет все хорошо. Но я еще планирую, если ближе найдется, как можно его специализировать какую-то школу, чтобы только недалеко, чтобы я могла его проведать. Я вам могу назвать как минимум две школы, которые находятся поблизости. Чего вы его держали до тех пор в школе тут? Я не знаю. Вы виноваты в том, что произошло. На 99%. И дело не в том, что он не поехал в тот день с вами на кладбище. Оно бы произошло завтра, послезавтра, в другой ипостаси, в другой какой-то формулировке. Оно бы произошло. А что хотите для обидчиков вашего ребенка? Не знаю, как там наказывают. Я так понял, что когда к вам пришлись договариваться, вот эти 50 тысяч не деньги. А что дальше? Если они предложат 100 тысяч или 200? Я эти 50 тысяч, мне никто ничего не предложил. А если предложат? Света, вот так появляются слухи, как в интернете, сейчас 50 тысяч, потом 100 тысяч, и дальше до миллиона дойдет. Никого не слушают. Этот адвокат, этот, конечно, прям, он такой противный мужик. Вы сказали, семьи по 5 тысяч, а я в райотделе, мама за райотделом их и пропыла. Так что будете делать, если предложат? Ну вот у вас есть адвокат, который сидит противоположной стороны, который защищает обидчиков вашего ребенка. Вы с ним общались вообще? Вы сейчас с детьми, ладно, я с ним веду нормальный диалог с адвокатом противоположной стороны. Вы сына сейчас обвиняют, а адвокату вы вот так. Никита, захищает ваших обидчиков, обидчиков, захищает ваших... Потому что через адвоката деньги даже не передастся, да? Вы разумеете, что это? Света, потому что адвокат объективно говорит правду. А вы вообще не разговаривайте с ней. Еще неизвестно, возможно, как юрист и адвокат стороны противоположной. А вы пытаетесь манипулировать здесь этой женщиной. Когда мы связались с родителями подозреваемых, они стали нас уверять, что настоящие жертвы в этой ситуации являются их дети. Они не заслуживают того, чтобы сейчас находиться в СИЗО. И эти семьи также приехали в нашу программу для того, чтобы добиваться справедливости. Перед тем, как они появятся в нашей студии, я бы попросил вас перейти в зрительный зал. Понятно. Сейчас белая и пушистая будут, да? Больше всего меня в их позиции удивило то, что, по их мнению, Леша сам виноват в том, что с ним произошло. Давайте узнаем, почему они так думают. Да. Добрый день. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Позвольте узнать, кто из вас, чья мама. Потому что я знаю, что двое парней находятся под стражей, а один дома. Александр Сергеевич, мой сын, Вита Юрьевна, я его мама. Он? Вовина мама. Он тоже под стражей? Тоже под стражей, да. А вам, соответственно, ну, как-то повезло больше всего? Да не очень. Ну, во всяком случае, ваш сын дома? Да. А скажите, кто из вас приходил ночью к Светлане, угрожал, что она потеряет то, что имеет? Со слов Светы. Расскажите мне. Нет. Света, а кто это был? Я, скажу, можно ли? за векна балакала, я не пустила никого в хату. То есть вы не видели, кто это был? Светлане, скажите мне, успокойтесь уже, наконец-то. Мы были в милиции, и милиция сказала, что договоритесь с родителями мальчика, то есть, может, какая-то помощь им надо? Мы приезжали до бабушки мальчика, предлагали помощь, потому что сказали, что мальчика повезут в Ахмадед. Мы приезжали до бабушки и сказали, может, какая-то помощь, мы можем завести в Ахмадед. Бабушка позвонила до мамы, и мама сказала, я наотрез отказываюсь разговаривать. Мы пришли тогда до мамы, мы постукали до ней. Ага, вот кто пришел. Она сказала, я без адвоката с вами разговаривать не буду. На этом разговор закончился, мы развернулись и ушли. То есть вы пришли для того, чтобы, если нужно, помочь. Да, понимаем, что семья, мы хотели помочь, завести в Ахмадед. Простите, один вопрос, на видео снимал ваш сын, правильно? Ну, то есть фраза о том, что видео уже стерто, вполне... Что в тот день с Лешей сделали ваши сыновья? Ну, купняки давали, били в плечи. Да, говном накормили, обоссали и так далее. Ну, износило. Мелкое хулиганство. Сейчас говорят о том, что ваши дети не только избили мальчика, но и жестоко над ним другались. Вы как ко всему этому относитесь? Ни такого не было, я не знаю, я первый раз таки чую, и я в солнце не вижу. это стандартно. Мой ребенок такого сделать не мог. Вы что? Мой? Вась? Не, 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 не. В смысле, первый раз слышите, вот это сейчас... Вы уже не первый раз это слышите, а заученную фразу не надо повторять. Я не повторяю. Смотрите, вот я, ну, в каком-то смысле вас понимаю, вы защищаете своих детей. Это вроде как нормальная материнская позиция, но с другой стороны, вот... А если вдруг окажется это правдой, вам не страшно? Чего мне будет страшно? Ну, если вдруг окажется, что... Вот эта вот центральная мама, которая сидит, тоже характер такой какой-то дерзкий, такой пацанский, я не знаю, вот прям чувствую это. Это правда, что вы воспитали ребенка, который вот так смог поступить. Я уверена в своем сыне просто. Вы в своем сыне уверены, а я не уверен в вас. Но я не отрицаю, что он может быть виновным. А в чем, на ваш взгляд, он может быть виновным? то, что он побылый. Я же и вы тоже. Мы с вами знаем о том, какие показания существуют у правоохранительных органов. Это показания, которые подтверждают, что я здесь озвучил. А вы продолжаете делать вид, что этого не произошло? Я не делаю вид. Ну, вы говорите, что вы в своем сыне уверены, и максимум, что было, это он ему там щалбан дал. Мы не отрицаем, что наши дети виноваты. Смотрите, здесь каждая мама отвечает за себя и за своего сына. Вот у каждого там своя роль в этом всем. Вы же точно говорили со своими детьми, правда ведь? Ну, вы со своим сыном говорили. Я не руковалась, так. Пытались у него понять, что произошло там на самом деле, и что он вам рассказал? Что он за ним увязался, что они его отправляли домой. Потом завязалась драка. Десятилетний мальчик дрался с тремя. Одному было 15, другому 16, а третьему 13? Да, конечно. Ну, побили. Хорошо, они его побили. Вы что сказали своему сыну? Что, неправильно поступил? Неправильно? Надо было добить, да? Ну, как наказала? Я ему объяснила морально. Что вы ему сказали? Что я ему сказала? Сказала, что он неправильно поступил, что так не можно поступать. Как и сказала. Ты уже взрослый. Он просто слухал меня. И все, и на этом разговор закончен. Так. Как вы считаете, какое наказание заслуживает ваш сын? Ну, не в тюрьму сажать. Не тюрьма. Нет, какого? Я же, я же спрашиваю. Он отвечает за те поступки, которые я сделал, но не тюрьма, не за захватывание того, якого не было. Нет, а какое? Домашний арест. Почему домашний арест? Чтобы большому можно было его кормить. А почему не тюрьма? Ну, потому что не тюрьма. А почему? Потому что он ваш. Детине 16 лет, ломать 16 лет в детине, життя, а я дальше живу. Вы вашего ребенка дерьмо накормили. Какой харлакер дерзкий. Я же говорю. Причем? Ну, я серьезно. Вы понимаете, что такое безнаказанность? Да, безнаказанность потом порождает еще больше такого, потому что понимаешь, а, да, можно от всего этого отмазаться. Пфф, отлично. Если бы там людей можно было бы убивать, из-за этого бы не сажали. Страшный мир был бы. Было бы а-ля Судный день, кто смотрел фильм, много частей есть. Страшная история. Вот этот факт, вы признаете, что мальчики заставили Лешу есть кал? Ну, по их словам, они ему сказали, бери ешь. Он взял и ел. так если ел, то тогда и нормально. Это нормально, бери ешь. Это не нормально. Я не говорю, что это нормально. Это не в коем разе не нормально. Взрослые мужики, вы что, бабоньки? Взрослые вас мужики, дитяті 10 лет. Так, как бы я не была мати? Ну, мне это тоже дитятя. За что? По какой статии их посадили? За галтувание. Конечно, да, а палку сзади тут страдать, я все дитя пришла, она сказала. Дитя с неба не взяло. Хорошо, вот мама Вовы, мама Вовы. Я так понимаю, что Вова и Саша, они это все делали. Какой трэш. Богдан снимал. Мама Вовы, какого вы наказания хотите для своего сына? Я сейчас говорю только о вашем Вове. Для того, чтобы он в будущем не предлагал больше никому есть кал. Ну, нехай его заставлять ты саме зробить. Пусть и мой говна поест. Да. А вы ему дома это не говорили? Смотрите, вы готовы к этому? Готова. Хай попребывал бы, побывал бы в той шкуре. Я не против. Тут же посадили за что? По какой статье посадили их? Там три статьи. Ну, три статьи. Ну, по яких? По двух? Вони могли сести по двух статьях? Без 153. 153 статья... Это удовлетворение неприродным способом. То есть, это вас смущает больше всего. А как вам статья про котування? 127, помните? Пытки. Это, в принципе, то, что в концлагерях делали с заключенными. У нас в семье это норма. Я вам сейчас расскажу, как все было. Расскажите. Сижу я в кабинете у следователя, кого-то... А я так понимаю, у них же, помните, сказали, что видео есть. Они точно там сядут, и они уже, в общем-то, там уже попали по самое не хочу. То есть, уже у следователей есть видео восстановленное. Не знаю, покажут ли его нам, если пока... Блин, я не знаю, как-то должны будут замазать все, наверное. Пишут Богдана. Следователь оформляет протоколы, все, допросы. Он говорит, я оформляю 296. Ему звонят с прокуратуры и говорят, оформляю 127. Он говорит, да нет, я оформляю 296. А в чем разница, Миша? Я просто... 296-я это хулиганство, 127-я это пытки. Ну, предположим, со следователем уже было договорено 296-я, а ему позвонили и сказали, нет, резонансное дело. Оформляй, как было. Да, потому что вечером поприезжал и областная администрация и все. Не, подожди, подожди. И все, и поменялась статья, и этой мамке лкашке предлагали бабки, пока резонанса не было, а потом и пошло все обратно. И сказали, закрыть. Хорошо, смотрите. И сказали... Я вас услышал. Это тот случай, когда резонанс пошел во благо. Ну, то есть, кажется, дело не замялось. И сказали, закрыть, и по-любому будет кто-то сидит. Можно у вас спросить, а вы бы хотели, чтобы никто не приехал и чтобы резонанса не было? Я хотела, чтобы им те, что они заслужили, хай им пишут. Чего? Один каже, те писать, другий кайе, те писать, а следователь каже, я не знаю, что писать уже. Более суровую статью, а позвонил бы другой и сказал, пиши полегче. Тогда бы вы были против? Нет. Ну, вы мать, я вас понимаю, но, ну, это же факт. Вот знаете, я больше всего не хочу, чтобы ваши дети думали, что это может сойти им с рук. Если человек поймет, что он это может делать, это... Да, безнаказанно. Ему, ну, прощается. Это страшно, да. И родители к этому относятся нормально и максимум объясняют, что, ну, мол, ты же уже взрослый, ты так больше не делай, хорошо? Вы понимаете, чем это может закончиться во взрослой жизни? Они так уже все поняли, они раскаиваются. А я ж так понимаю, для вас самое неожиданное во всей этой ситуации было помещение их под стражу, да, потому что вы говорите, ну, домашний арест... Достаточно условно. Если падают по тем статьям, которые им инкриминуют, им уже угрожают. Они сидят в камере, где сидит 4 человека, 2 из которых сидят по 15 лет за убийство дали. Я понимаю, о чем вы сейчас переживаете и что с ними... Так что ж тут хорошего, люди добрые? Смотрите, какая простая ситуация. Есть видео, показать, что там ничего страшного, все дети на свободе. Ага, есть видео. У нас видео нет. Говорят, что в милиции есть видео. Подождите, ваш ребенок снимал на видео, именно поэтому он не сидит, ну, под стражей. Верно? Да. Потому что он не мог ничего сделать. Значит, это видео было в вашем доме на телефоне вашего сына. И если там... Вы видели это? Нет. Если там ничего криминального нет, то почему бы всем не посмотреть и не сказать, что замечательно ничего нет? Это видео ребята сразу стерли. Они его сняли и они его стерли. Они вам рассказывали, что там было? Да, они рассказывали. Они сказали, что побили мальчика. Ой, Господи. Встречали, слышу там ту лизачу. Не заставляли. Они сказали. Да, не заставляли. Вы в шутку сказали? В шутку так, ну, это в шутку так было. Ага, пранк такой. Да, шутка. А он взял и сделал? Да. Они же не знали, что он психически, там, у него еще есть какие-то вады. Они же то не знали. Ну, честно, ну, как не знали? Не знали. А что, не видно по ребенку? А как по нему? А давайте... Он нормальная дитина. Он вот так, он нормальная дитина. Ну, мы что, зазирали, там, дети зазирали. Ну, чего нам не жалко, ваш сын? совсем дитина. Адекватная дитина на все сто процентов. Я просто хочу, чтобы мы закрыли вот эту вот тему, что вроде как бы Леша сам это все делал. Вот здесь у нас в студии есть девочка, которая видела, при каких обстоятельствах он общался с вашими сыновьями. А типа свидетельница какая-то, да? Мальчики мамам рассказали о том, что Леша это все делал по собственной воле. Расскажи, что ты видела? Когда мы пришли на вышку, там, короче, это Леша и хлопцы, они за ним гонялись. А он от них убегал? Да, он чекав, подбегал до нас, просил, чтобы мы ему помогли. Особа, он до меня подбегал, сказал, Аня, поможи мне. А ты с кем была? Было дві подружки, и типа, потом хлопчик подошел. Ну, мы типа, скажем, хлопцы, типа, чего вы его трое, и те, они показали, типа, видео. На телефоне? Да. И когда он подбегал, типа, до нас спросил, типа, чтобы вы мне поможете, у него было лице, в песку. Что было дальше? Они опять за ним гонялись, забирали его, типа, ну, одна, скажу, Леша, так, он, типа, побег, Вова, его с ноги ударил по спине. Они опять его догнали, типа, на это место опять привели. Они с него издевались. Спасибо. Ну, что скажем, да? Однозначно, он не сам, вот, по собственному желанию, там. Я спросила, что на видео? Ну, там, Лешика был, где видео? Не мое, удалили. А кто решил, что нужно снимать это на видео? Просто, вот, это тоже часть нашего времени, когда подростки свою жестокость предпочитают еще и снимать. Это идея вашего сына? Или? Не. Чья? Он даже снимал на свой телефон. Я не знаю, чья. Ну, как не знаю? Мамочка, ну, как не знаю? Их только трое там было. Дорогие мои, вы же знаете намного больше того, что вы сейчас озвучиваете. Хорошо слышно и видно по каждой из вас, что вы знаете, что происходило. И что на самом деле не предложили они, а заставили. И давайте не будем лгать друг другу в глаза. Ну, мы и там же ж не были. Стоит сейчас ваша защитная реакция. Я говорю на одну тему, а вы тут же уходите. Мы же там не были в другую тему. А я говорю вам, что вы разговаривали со своими детьми. И разговаривали не в смысле, сыночек, так делать нельзя, ты же понимаешь. Ну, ладно, иди. Вы поговорили конкретно со своими детьми, потому что вы понимаете, чем это грозит и вам, и им. И уверена, что и подзатыльников надавали. Действительно, это вопрос. Хоть кто-то из вас отлупил вообще ребенка своего сразу же? Конечно, естественно. А я еще палкой била, а я хотела его задушить. Сейчас мы начнем это, в общем-то, оправдывать. Надо клип от детей. Узнал. До двух отлупил. Вот раз, два, я вижу реакцию, да. А вы своего? Не. А что, правда нормально? А сколько у вас? У вас детей в семье несколько, Шестеро. У вас шестеро детей. Вова, какой? Самый младший. Хорошо, у вас когда-либо возникали такие истории? В школе, да, поведенка в школе. Тогда объясните мне, вот мне тоже непонятно, мы все говорим, Света, понятно, далеко не идеальная мать, и все это мы видим и слышим, но вот сидят три матери, которых вполне можно назвать абсолютно адекватными, абсолютно нормальные, явно. Вот центральная мне, вот особенно центральная прям, вот не знаю. Уважаемая в своем городе, как такое может произойти, что у Светы, у плохой матери, да, у нее больной ребенок, но он никого не обидел, а у трех адекватных матерей выросли реально три у*****. Я деколька раз портала в памяти, и то у Саши, как он был классик. Ну, таких випадков, чтобы он над кем-то знущался, або над ним кто-то знущался, ну, не было в классе. Я знаю, что психологи высловили таку думку, что в связи с тем, они могли все это сделать, если над ним кто-то знущался ранее, и они захотели над кем-то познущаться. Ну, не было в нас в классе такого, чтобы над ним знущались, бились, або еще что-нибудь. Мы в таком шоке, что именно это, это хлопчик из многодетной семьи, я не знаю, я теперь только узнаю, что его зовут Вова. Вон вообще хороший, хороший хлопчик. Ну, это, между прочим, так как посчитать, да, дитя, конечно, шкода, но тем не менее, если оно все это пройде, то это может совершиться через три года, когда они уже поможнеют, когда они уже будут хитрее, и это будет набагато опаснее, чем это оно было сейчас. Вы знаете, как сейчас живет Богдан? Как? Богдан не выходит из хати. Понимаете? Потому что Богдану сказали, что мы тебе открутим голову и открутим все, что ниже головы. Кто сказал? Это написано в соцсетях. Обещают над вашим ребенком учинить самосуд. Вполне, ну, типа, ожидаемая реакция, то есть, что у кого-то бомбануло и кто-то захотел, типа, ах, вы скотины, я вам, ну, типа, ну... родители на площадь и с детьми сделают то же самое, что сделали они. А как вы, ну, дальше будете решать эту проблему? Не знаю я еще. Типа, я не считаю, что это правильно, конечно, но это ожидаемая реакция, согласитесь, что у кого-то прям так бомбануло, что месть. Ну, вы можете в этом плане, мне кажется, успокоить и себя, и Богдана. Те люди, которые это пишут, это просто люди, которые это пишут. Потому что они понимают... А я уверена, что это так, потому что они побоятся что-либо сделать. Ваши дети в большей безопасности, чем если бы на месте Светланы оказалась другая мать, более активная, она бы наняла каких-нибудь лаботрясов-головорезов и вашим сыновьям отомстили бы так, чтобы вы даже об этом не знали. Да, только когда случилось это, подняли всю Украину на уши и про это знали все. А когда открутят Богдану голову, до этого не будет никакого дела. Значит, вам страшно, мама. И это последствия того, что сделал ваш сын. После того, что резонанс не пошел. Богдан, у него были мысли, или, может быть, у вас, прийти и извиниться? Она не хочет с нами разговаривать. Мы приходили, и ее нет дома никогда. Она вот есть сейчас здесь. Свята, я прошу твое побачение за наших детей. Вибачь, будь ласка. Мне очень жаль, что так сталося. Как матерей вас, как матерей, как мати, но как сынов ваших против моей дитины. Девочки, видели наши видео, они мне, знаете, как сказали, Свята, ты не видела, лучше бы ты не смотрела. А то, что дитя рассказала, наследство трусило даже группу, эксперта трусило. Как они его подвешивали, как они палкой по спине били. За что? За что вы меня... Я питаю, за что? Чем я не помешал, что он около двора гуляет? Ну, и звери, малолетние звери. Свята, я еще раз прошу тебя, извините. Как матерей, пробачаю, как сына. Я думаю, что это как раз вот эта та ситуация, когда ребята несут уже сейчас наказание. Все повернулось таким образом, как оно не могло произойти. Это просто повезло, что, я так понимаю, пошел резонанс. Не было бы резонанса, все бы замяли. Это в маленьком поселке. Это бы все замолчали. Ну, ничего бы не было известно. Если бы не резонанс. И хотя вам... Я просто... У меня сын тоже, и я пытаюсь представить, как вы себя чувствуете сейчас. Это ужасно. И не менее ужасно, чем как чувствует себя Светлана. И как бы я... Ну, в принципе, я не хотела этого говорить, но я сочувствую вам, как матерям, потому что я понимаю, что вы делали все возможное, может быть, в отличие от Светланы, но жизнь ваших сыновей сложилась таким образом, и они... Ну, они виноваты. Знаете, в этой ситуации нет выигравших. Проиграл мальчик, который столкнулся с жестоким обращением, проиграла его мама. Проиграли дети, которые непонятно, по какой причине все это учудили. Выиграть могут только те, кто смотрит это, кто перестанет идеализировать своих детей и думать, что, ну, это вот не про нас. У меня-то нормальный пацан. Покажите эту программу своим детям-подросткам. Пускай знают, что иногда они могут делать вещи, о которых даже подумать не могли. Но за это они будут наказаны. За это они будут отвечать. Очень люблю вот программы «Один за всех». Это вот многие могут учиться на чужих ошибках. Ну, если, конечно, есть мозги. Ну, вот такой вот выпуск. Блин, астралил, конечно, на этом еще, блин, притрушенном мужике. Такой ужасный адвокат. Господи, какой поративный мужик. Я не знаю, когда он понимает. Блин, это ужас, конечно. Ладно, с радостью прочитаю ваши комментарии. Трешняк. Правда, трешняк. Но я согласен. Если сделал хрень, отвечай. Потому что по-другому никак. Страшно представить, что тут пацан бедный пережил, конечно. С вами был Андрей Чент. Увидимся в новых выпусках один за всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok